Новая, купленная, купленная квартира. Вот я сейчас поцелую, так-так-так-так-так-так. И всё там шуры-муры, траля-люли, и, короче, всё супер-пупер. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свэй и Дэнни! Дэнни, привет! Ну всё, главное поздороваться. Уже большой мужик, у него уже свои интересы. Сегодня у нас будет видео, это итоги 2018 года и планы на 2019 год. Это видео я долго ждала, я сама пересмотрела несколько раз своё прошлое видео, которое прям 31 декабря и я выставила. И мне сама было интересно вообще, я смогла свои планы какие-то осуществить в 2018 году или нет. И, конечно же, я молодец, я молодец, да, потому что я большинство своих планов реализовала. И первое, что было у меня в планах на 2018 год, это переезд в новую квартиру. Я переехала в новую квартиру, но, знаете, я несколько раз посмотрела своё прошлое видео, и, по-моему, там я не сказала, что в новую купленную квартиру. Видите, как правильно нужно формулировать свои желания? Не сказала в купленную квартиру? Вот тебе. Новая квартира? Ну, не купленная, съёмная. Но на самом деле я очень рада, что я в неё переехала, потому что я уже почувствовала, что такое пошире квартира, она более комфортная, видео больше я снимаю. И вместе с тем, что я переехала, у нас недалеко находится садик очень хороший. Я и ребёнка в сад отдала в 2018 году. Это вообще суперклассно. Всем мамам советую найти хорошие садики, отдавать ребёнку, потому что это реально развитие, кушает пять раз в день, изучение английского, например, у нас английский садик. И вообще развитие с детьми, то есть они там и занимаются, и что-то лепят. И, конечно, мама такая, как занята, как я, просто сама бы не справилась. И садики это вообще best the best. Поэтому я очень рада, что мой ребёнок пошёл в детский сад. Кстати, посмотрела предыдущее видео, и там ему было год и три, сейчас ему два и три, год и три. И, конечно, он заметно вырос, там он совсем такой маленький. Я вот поэтому решила с ним видео снять, понимаете? Ждала его с садика, как с работы. Он пришёл, и не хочет идти в кадр. Вот он поздоровался три секунды с вами и убежал. Поэтому, наверное, его и не будет в кадре. Итак, переезд в новую квартиру у нас осуществлён. Дальше я говорила о путешествиях, что я очень хотела поехать в Питер, что супер, это осуществилось. Я хотела ещё поехать в Волгоград или в Калининград. У меня не получилось посетить эти города. Но зато я была в Саратове уже в начале года 2018. И, ну, Москва была. Ездили в Анапу, то есть под Анапу, Суко. Такой городок очень нам понравился. В общем, или посёлок, или как его правильно назвать. И, конечно же, моя цель была обязательно посетить Европу, потому что я долго-долго собиралась. В итоге я хотела в Италию или Барселону. Но по определённым обстоятельствам. И мы поехали в Бельгию, чему я тоже очень довольна. Мы тоже там прекрасно провели время. Так что можно сказать, что эти планы я тоже выполнила. Не совсем те города, которые я хотела. Точнее, половина из них, да. Но зато другие посетила. И встречу, например, я сделала в Питере. Это очень круто. Девочек очень много. Все-таки позитивные встречи в Питере вообще. Best the best тоже была. Ещё из планов на 2018 год, которые я не реализовала, к сожалению. Это я хотела снять хотя бы один клип. Полноценный, хороший. Не те, которые я снимаю видеонарезки для своих видео. А именно видео, чтобы мне профессионалы сняли. Да, только хотя бы одно. Они очень дорогие, эти клипы, да. У меня, к сожалению, не получилось снять такой клип, потому что это очень дорого. И у меня финансы не позволяли как бы лишних денег выделить на этот клип. Но хорошая новость в том, что уже вот под конец года я, как вы знаете, о, ведущая, ведущая реалити-шоу за Вуда. Перезагрузка любви. Кстати, 1 января начнётся первый ролик. Я, как только начнётся ролик, я сразу же где-нибудь под видео. Там обязательно вам оставлю. И в инстаграме обязательно скажу и ссылку дам на канал, где будет находиться. В принципе, я и здесь могу оставить вам ссылку на канал, где будут опубликованы ролики этого телешоу, в котором я ведущая. Очень звёзд у нас там много было разных, интересных. Короче, классно. И те люди, кстати, которые снимают это реалити-шоу, я там познакомилась с некоторыми, они снимают и клипы также. И мы, в общем, интересно нам сотрудничать с друг другом. Возможно, в ближайшее время... В ближайшем времени что-нибудь сообразим, сделаем какой-нибудь клип вместе. Поэтому клип в 2018 я не сняла, но зато появилась перспектива его. Это тоже хорошо. Еще я хотела для вас в 2018 году спеть много разных песен и сделать одну хотя бы фан-встречу. Вообще, не одну. Я хотела много фан-встреч, где я буду петь свои песни. Но ни одной такой встречи я не сделала, к сожалению. Но песен много написала. Одну написала Дэнни. Например, вот эта. Ты мое счастье, на свете нет сильней. Твои глаза освещают путь мой. Когда с тобой мы наедине, Я ощущаю жизнь намного лучше. Ты мое счастье, мой свет всегда. Забыла слова. Забыла слова собственной песни. Кстати, когда я пою, он все время замирает, слушает, меня вот так смотрит. На меня вот такой мальчик. Я, да, написала песню вам. В начале 2018 года ее опубликовала. Песню сыну написала. Еще у меня есть песня одна о неразделенной любви. Еще одна планируется. Я не помню, сколько я, 4 или 3 песни в 2018 году записала. Это тоже очень круто. Причем мне кажется, что я расту в написании своих песен. И как бы виден рост песни, которые я писала в начале, и которые я пишу потом. И вот как бы все супер. Тоже люди у меня есть, которые все это помогают мне делать. И это классно. То есть так и продолжается. Поэтому планы, кстати, на 2019-е, эти же и остаются. Сейчас мы о них обговорим. Еще в конце 2018 года, как раз перед Новым годом, у меня было 100 тысяч подписчиков. Да, и я получила свою долгожданную серебряную кнопку. Она вот там висит у меня. Я безумно рада, была счастлива. Сняла даже отдельное видео, где поблагодарила всех. И планы у меня были такие, чтобы как минимум в 2 раза увеличить аудиторию. Чтобы их было в 2 раза. Ну вот за последний год, 2018-й, 120 тысяч подписчиков у меня еще прибавилось. То есть минимум мы сделали, да? Мы сила. Спасибо всем новым людям, кто прибыл ко мне на 2018-й год. У вас удвоилось. И я очень рада. Я вас всех люблю. Еще я хотела пойти в спортзал и заняться плотненько вокалом. Плотненько вокалом я не занялась. Косяк Косякович. Переносим на 2019-й. В спортзал я под конец года 2018-го взяла себе на год абонемент. Поэтому весь 2019-й мне нужно его отходить, чтобы деньги не были выкинуты на ветер. Понимаете, да? Я уже начала ходить, поэтому хожу. И в принципе, считаю, в 2018-м я сделала это. Еще в 2018-м году появилось 2 таких события, которые я не планировала. Тогда, в 2018-м, и даже не знала и не ожидала, что это случится. Это открытие моего магазина-шоурума, который успешно процветает, в принципе. И все мне нравится. У меня есть опыт. Я же теперь бизнес-леди. Очень все неожиданно случилось. Я захотела, открыла и все пошло-поехало. С этим все прекрасно. Я довольна. И также я еще и решила развиваться в другие направления. Мне захотелось шить. Мне захотелось конструировать одежду, иллюстрировать одежду. В общем, заниматься дизайном одежды для того, чтобы, может быть, в будущем, в своем магазине продавать уже какие-то свои вещи, свои модели, которые, там, что-то даже я, может быть, буду шить. Или в будущем... Ну, в будущем, в общем, вы понимаете, в этой сфере можно развиваться как угодно. Ну, хочется стать известным как Дольче Габану. Ну, например, да? Чтобы дойти до каких-то целей, нам нужно брать гуру. Я в этом развиваюсь. Я пошла учиться в фэшн-дизайн, в фэшн-иллюстрации. Теперь я умею рисовать, потому что я закончила в фэшн-иллюстрации. Я умею рисовать и могу, в принципе, нарисовать то, что я хочу сделать. Ну, и сейчас я обучаюсь тому, чтобы то, что я нарисовала, сшить. Итак, подведя итоги 2018 года с этими всеми планами, я считаю, что программу минимум мы точно выполнили. Я даже думаю, что, возможно, мы вообще реализовали практически все планы. Единственный момент – это с клипами и с песнями, да? Но так получилось именно потому, что я не была на это сильно нацелена. Вот прям, знаете, вот кровь из носу. То есть были другие моменты, на которые я была нацелена. Потому что это больше мое хобби какое-то, да? И больше для души. Здесь нужно творчество, вдохновение. Здесь не так вот. Здесь не просто, в общем-то. Надо, значит, делать. Здесь трепетная душа пишет, поет. Все вот так вот. Поэтому там нужен очень аккуратный подход. И поэтому, если я это не реализовала, вот этот момент, как бы пусть он сам собой реализуется. Он должен быть естественным. Поэтому без учета этих моментов мы выполнили все. Мы молодцы. А значит, мы можем смело планировать в 2019-м и практически знать точно, что все это исполнится. Какие планы у нас на 2019-й год? 2019-й год. Новая, купленная, купленная квартира. Я хочу переехать в новую купленную квартиру. И она не будет, и она не будет даже 40 квадратов. Вот такая. Она должна быть большая. Больше даже той, в которой я живу. Я хочу минимум две комнаты. Минимум. Минимум. И еще мама меня поправила. Продать старую. Да. Чтобы мы быстрее как бы все эти моменты реализовали. Это быстрее продать старую. Скорее купить новую. И все там шуры-муры, траля-люли. И короче, все супер-пупер. Мама, ты понимаешь мой язык? Все-таки мы оставляем наши встречи с песнями. На самом деле уже под конец года я хотела хотя бы в Ростове. Я даже знаю где. Я уже примерно чувствую, рисую, ложусь спать и вижу, как я пою, девочки мои, где, как это выглядит, все. Но я никак не могу доехать до этого места, чтобы там проверить аппаратуру, звук. Может быть пару вечеров сходить туда просто попеть для персонала сначала, чтобы я ощутила атмосферу. И я хотела там провести встречу с моими ростовскими девочками и с Петей. Потому что, ну, я на самом деле просто очень боюсь этого момента. Почему, объясню. Я очень переживаю на сцене. Я реально переживаю как человек, который ни разу, наверное, не выходил на сцену. Хотя я выходила перед большой аудиторией. Я в парках пела, во всяких там вот лауреаты устраиваю, там конкурсы всякие международные в Москве. Я участвовала. И знаете, когда я ходила из раза в раз, оно как бы все меньше и меньше было страха. Но когда ты долго не ходишь, все, ты как в первый раз. И поэтому, наверное, этот момент еще и оттягиваю. Я немножко переживаю. Но я думаю, все будет хорошо, и в 2019 мы перенесем это. Потому что я хочу. Мне кажется, это будет весело, круто, интересно и вам, и мне. Естественно, пойти на вокал, потому что вокалом надо заниматься. Кстати, еще хочу сказать, что моя мама поет. Вот кто-то знал об этом или не знал, я не знаю. Но я-то начала петь именно потому, что все детство я слышала, как поет моя мама. Музицировала. Она, в общем, моя муза и вдохновение. И вот с нее начался мой вокал. Я тоже хотела стать звездой, тоже хотела стоять на сцене. Знаете, как я говорю, талант не пропьешь. Моя мама, на самом деле, она очень долго не пела, не занималась. А вы понимаете, что это мышцы, которыми нужно тренировать их нужно. Но при этом она все равно поет, как соловей. Ну, то есть для меня у нее идеальный голос, и я не понимаю, как это она делает. Мне кажется, что мне еще заниматься и заниматься, чтобы вот так вот петь. И я ее попросила, говорю, мамуль, а сделай мне и нам, и своим зрителям новым, так как у нее есть свой канал. Я говорю, спой нам что-нибудь. И, в общем, она, возможно, вам приготовит подарок на Новый год. Споет вам. Поэтому скорее по ссылочке под видео я оставлю на мамин канал. И ждите, когда она будет петь. Зацените. Ну, и что касается моего нового увлечения, это дизайн одежды и шитье. Я тоже хочу этот момент реализовывать. И хотелось бы, конечно, в следующем году, может быть, к концу года как-то что-то. Надеюсь, раньше получится. Но какие-то свои уже образцы вам показать. Как видите, я сейчас не говорю о путешествиях, планах на путешествия, потому что путешествия, они отбирают не только много денег, как вы все знаете. Хотя я всегда стараюсь выделять на поездки именно не деньги, которые там нужны очень, а именно такие отдельные деньги, которые не били бы по карману. И тем не менее, ты всегда выходишь за пределы всего этого, потому что пока ты где-то, хочется. Тем более, я пока ездила, я вообще устраивала шоппинг, потратила больше 100 тысяч рублей на шоппинг. Просто на шоппинг, не говоря уже о билетах, визах, переездах и всех моментов, отель и так далее. Поэтому я не буду в следующем году это планировать. Если оно случится, то оно случится. Но в планах у меня этого нет. И что касается каких-то других городов, тоже в планах нет. Но я думаю, что год длинный, большой, целых 12 месяцев. Если что-то сложится, я с удовольствием поеду в какой-нибудь город и отдохну. Тем более, знаете, у меня как бывает, очень переменчиво. То есть сейчас, допустим, я нацелена на одно. Буквально может пройти неделя, и внутри меня будет рвать и метать. Мне захочется срочно куда-то уйти, сменить обстановку, что-то сделать. Я возьму, сорвусь, да на 2-3 дня так же и в Питер поехала или, может быть, в другой какой-то город. Поэтому вот так. Все непредсказуемо. Что касается Дэнки, он также будет ходить в сад, развиваться, заниматься там. Каких-то конкретных планов нет, потому что садик очень хороший. И в садик мы ходим с удовольствием и развиваемся там. Поэтому я думаю, что 2019 год сад. Все, мои хорошие, вот такой вот получился год 2018. Я надеюсь, что все планы на 2019 реализуются. Да, еще я ничего не говорила о своем любимом, о наших взаимоотношениях. Как вы и говорите мне все время, да, счастье любит тишину. Поэтому я решила ничего об этом не говорить. Там все хорошо, прекрасно, и пусть оно так и будет. Вот пусть реально так и будет. Вы знаете, да, что если у человека было бы все плохо, он никогда бы не пожелал, чтобы у него так же было, как и было. Так, у нас все хорошо, пусть так и будет. Ну а теперь хочу сделать пожелание вам. Что же я хочу вам пожелать? Как всегда, я считаю, что главное в жизни это здоровье. Я верю в ваши силы, я верю в свои силы. И знаю, что каждый человек, если он чего-то хочет, он обязательно этого в жизни добьется. Но есть такие моменты, как здоровье, и если вдруг оно пошатнулось, тут извините меня, не до чего, да, и силы, конечно. Поэтому первое, я желаю вам здоровья. Пусть будете здоровы вы и все ваши родственники. Все ваши близкие будут здоровы, потому что это тоже важно. Нам не до каких дел, не до планов, не до целей. Нам всегда цель, чтобы все наши близкие были счастливы и здоровы. Правильно? Правильно. Поэтому все у ваших близких пусть будет хорошо. Все будут здоровы. Вы будете здоровы. А тут вы уже сами себе хозяева. Что хотите, то и делайте. К чему хотите идти, к тому идете. Я хочу, чтобы все ваши цели, которые вы хотите, все реализовались. Чтобы у вас на это были силы, вдохновения и возможности вели вокруг вас. Вы только ими могли правильно воспользоваться. Я желаю, чтобы все ваши добрые пожелания и цели сбылись в 2019 году. Вообще, где-то я слышала, что этот год какой-то необыкновенный для каждого из нас. Я надеюсь, что так и будет. Будем делиться тогда в 2019 году уже нашими новыми-новыми свершениями. Все, мои хорошие, я вас люблю, целую, обнимаю крепко-крепко. Хочу, чтобы все вы были счастливы. И прощаюсь до следующего видео. Пока-пока.